Добрый вечер еще раз. Рады приветствовать вас. Рады видеть друг друга в собрании святых. Рады тому, что Господь верен тому, чтобы это совершалось. Слава Богу! Давайте помолимся. Господи, благодарны Тебе за это время, Иисус, за Твое посещение, за Твое служение, Господи, через собрание святых, через слово, которое Ты приготовил, Господи. Мы словно у Твоего чудесного стола, духовного, Господи. Мы молимся. Даруй нам сейчас успокоиться, Господи. Дай нам успокоиться и полностью просто сконцентрироваться в Тебе, Господи. Слава Тебе. Благослови эту небольшую мысль вступления. Помашь, Господи. Пусть каждое слово исходит. От Тебя, Господи, слава Тебе. И приготовь нас к основному мысу. Слава Тебе. Во имя Твое молимся и просим. Аминь. Аминь. Здравствуйте еще раз. Как здорово, что мы приветствуем друг друга. Радостью, лихованием, Господа Иисуса Христа. Слава Богу. Эта небольшая мысль родилась под, можно сказать, размышлениями слов посвящения по уже Евангелию от Иоанна. Великолепные слова посвящения. Великолепное время утром. Давайте прочитаем первые два стиха. Итак, первый стих. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Итак, мы видим здесь упоминание или картину о Триединстве. Кстати, эту небольшую мысль я назвал растворившейся в слове. Да, здесь мы видим картину Триединства. И размышляя, я просто подумал, что можно так разделить или увидеть эти картины. Вначале было слово, это Бог Отец, да. И слово было у Бога, это Сын, через которого Бог Отец совершил это искупление. И слово было Бог, это Дух Святой освящает нам. И мы видим это удивительное Триединство. Удивительный план и видение Отца, чтобы слово, как говорится в 14 стихе, стало плотью. Для чего это необходимо было? Для чего слово родилось младенцем и стало плотью? Чтобы произошло это спасение, чтобы быть распятым за нас. И это спасение и освобождение произошло через рождение младенца, и, конечно же, через то, что произошло на кресте. И благодаря этому мы с вами пережили это удивительное спасение, которое дается. И я увидел это в картине, как мы словно растворились в слове. Какое именно растворение произошло? Мы когда приняли слово, произошло это спасение. И мы с вами знаем, что растворение, прежде всего, от, или смерть греховной природы, смертью плоти Иисуса Христа, и наша плоть, которая имела свое противление к слову Богу, «Мы были по природе мечадами гнева», она словно растворилась. Интересно, что люди в этом мире, видя свою жизнь, порой говорят в своем уме, куда бы раствориться в этом мире, куда бы исчезнуть от самого себя, или куда бы убежать от самого себя. Те же самые слова в определенном смысле мы видим у апостола Павла на временном седьмой главе. И Бог даровал это спасение, во-первых, спасение вечное, и также спасение нам путем тем, что растворяет нас, когда мы, как сейчас, сидим у Его ног и воспринимаем Его Слово. Это растворение происходит путем погружения восприятия и размышления над Словом Божьим. Здесь мы видим также такие откровения, как возрастание в этих откровениях, что все наши грехи растворились. Иногда мы это упускаем в нашей жизни, можем отходить, акцентироваться на этом. Но Дух Святой освящает нам, что перед Богом Отцом и эти грехи все растворились. Прошлые, настоящие, будущие. И мы укрепляемся в нем уже новом Адаме и в этой удивительной истине. И когда мы видим, еще раз, что наши грехи растворены, от них ничего не осталось, когда мы сами растворяемся в этом Слове путем размышления, в Слове Божьем. И когда мы растворяемся в этом Слове посвящения, как говорится в Римлянах 6 главе, я забыл указать стих, написать стих, и там говорится, что мы ранее были рабами греха, то есть в единственном числе ветхогреховной природы, а теперь рабы истины или рабы Иисуса Христа, когда мы послушаемся на Слову Божьему, когда мы воспринимаем его так, как оно есть, смиряемся перед ним, и мы становимся свободными. Это удивительное переживание и чудесное переживание. Для нас удивительный опыт и чудо. Мы находим с вами то, что когда мы погружаемся и растворяемся в Слове, мы как будто растворяемся в другой мир. Я размышлял об этом посреди этого видимого мира. Мы живем в этом мире, но мы как-то растворились в этом мире в разных значениях этого Слова, что не переживаем тех эффектов, которые переживают другие. Мы словно покрыты. И опять же, это происходит, когда мы растворяемся по мышлениям Слова и исполнены им. В этом, несомненно, Бог совершает это через собрание святых, а когда мы собираемся все вместе, а когда, допустим, общаемся все вместе. И как здорово, что Господь нас не покидает в этом, а наоборот верим этому способствовать. Когда мы помышляем о Слове Божьем и живем в Господе Иисусе Христе, Господь благословляет тем, что происходит другой эффект уже. То есть, эффект реагирования нашей природы, противления уже нету, но идет эффект новой природы. То есть, самого Господа Иисуса Христа через нас. И это удивительное откровение, что Он совершает и благословляет таким образом. Мы благословлены, и Он благословляет также и окружающих нас. Мы благословляемся Богом тем, что Он растворяет на Слове, и Он также производит этот удивительный эффект. Например, как Иосиф, как он благословил своих братьев, несмотря на то угнетение, которое они принесли Ему, на то предательство, можно сказать, которое было со стороны их. Когда Он, можно сказать, смирился и послушался этой истины. Он благословил Патифара верностью своей, верностью Богом, прежде всего, которая и взялась верностью Патифара. Он благословил, я так написал, жену Патифара не послушанием греху. То есть, мы видим с вами, как Он был уже не раб этому, и Он благословил ее таким образом, несмотря на то, что попал в темницу. И там Он благословил всю тюрьму, можно сказать. Или всю темницу. Удивительно. Когда Он был чужеземец, благословил и начальника тюрьмы, и всех в тюрьме, уверен. Потому что была в нем жизнь, где Он не искал своего. То есть, в нем не было признаки, что Он живет ради себя. Он живет по тому, как воспринимает Слово Божье. И также, несомненно, Он благословил весь Египет. Не только от... Вернее, Бог, конечно же, благословил. И Египет не только спасением от физического голода, но и также спасением духовным, спасением вечным по тем временам в грядущего Спасителя, когда Слово распространялось в земле, наполненной идолами. И как же, еще раз давайте повторим, как это происходит, это удивительное растворение, оно происходит не от нас. Слово является солью удивительной. Когда мы размышляем о Слове, пребываем в нем, Бог словно растворяет нас. Это не от нас. И мы находим, что мы живем в другом мире, несмотря на то, что живем в этом видимом мире. Благословит вас Господь. Спасибо.